Рыбалка как искусство и спорт. Впервые в Чебоксарах прошел Кубок России по ловле донной удочкой. За звание лучшего в этой дисциплине боролись 125 рыбаков-спортсменов из 15 регионов страны. В условия соревнований вникала наш корреспондент Анастасия Евгеньева. На этом соревновании удачи не желают. Рыбакам говорят ни хвоста, ни чешуи. Кроме того, все общаются только шепотом. И не участникам конкурса за его ходом остается наблюдать лишь издалека. Готовиться к соревнованиям рыбаки начинают за несколько дней. Расчищают траву, пробуют приманки в деле, знакомятся с водоемом. Говорят, тренировки – это хороший залог будущего успеха. Без тренировок на водоеме делать вообще нечего. Все-таки это спорт. Мы не любители. Команда, заходя на водоем, еще до входа, будем говорить, свои сектора, разрабатывает разные стратегии, разные дистанции, разные наживки. Старт первого тура! Старт первого тура! Старт дан. Соревнования проходят в два тура, каждый по пять часов. Задача участников – поймать как можно больше рыбы. Улов потом будут взвешивать. Здесь все непредсказуемо. С одной стороны, условия равные. У каждого одна удочка, один крючок и 12 литров приманки. За спиной судья. С другой стороны, зоны достаются по жеребьевке. А тут уже как повезет. Можно попасть на жирную яму или пустую отмель. На результат рыбалки влияет еще и гидрорежим Волги. Очень хороший водоем. Немножко гидрорежим нестабильный. Вот этот момент такой, который влияет на уловы. Потому что в зависимости от тека, это пауза, либо Горьковское водохранилище, либо Чебоксарское, меняется интенсивность течения. И даже уровень воды меняется. Многие участники не новички в этом деле. У них уже есть свои секреты удачной ловли. И, конечно, рецепты приманки. Ловится здесь в основном лещ. Журналистами рыболовы общаются неохотно. Каждая минута на счету. Да и рыбу можно спугнуть. Здесь есть опарыш. Как это неприятно, непротивно звучит. Опарыш, черви, все крошится. Добавляется прикормка с кашами. Специальными сухими смесями. Не расскажу, какая каша. Больше ходить на рыбалку, понимать водоем, изучать водоем, понимать, что происходит в водоеме. Чем больше трудишься, тем больше тебя любит удача. Вон рыба, рыба. Нет, это рыба. Киричка съела и упала. К середине соревнований на берегу собираются и зрители. Напряженно наблюдают за удочками. Один рыболов поймал из Волги рыбу и начал ее подсекать. Это интересно и здорово, и то, что рыба еще двигается. Задача максимум – не упустить ни одной поклевки. Самые выносливые рыбаки не покидают свой сектор все пять часов. Мы не оставляем свою поклевку. Вдруг пройдет поклевка, я упущу свою рыбу, которая может принести победу. Победителем соревнования стал участник из Москвы. В командном зачете Кубок России достался рыболовам из Петербурга. Теперь они будут представлять Россию на международных соревнованиях. Во время съемок ни одна рыба не пострадала. На Кубке России действует главное правило – поймал, отпустил. Анастасия Евгеньева, Виктор Степанов, Вести, Чебоксары. Продолжение следует...